Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Поэтому майские праздники становятся временем активного труда на огороде и радостным ожиданием будущего урожая. Знаете, я в этом году первый раз сама посадила цветочки, потому что я хочу в будущем открыть свой цветочный бизнес. И вот мне бабушка помогала, она поливает их дождевой водой, сама ухаживает, но я посадила. Последний раз ездил на дачу, скопал 10 грядок, ну так отдыхал по часику и быстро уехал домой и все. На самом деле можно вывести для себя некие сходства в занятиях огородом и тренировках в зале. Например, с данного тяга можно соотнести с подъемом двух ведер картошки, а приседания с корзинкой с теми же приседаниями со штангой. Это точно спокойно заменяет любой тренажерный зал. Не ходите в зал, ходите на огород к бабушке, помогайте бабушке. Наверное, как и на кроссфите, комбинация, три подхода, туда-сюда, ведерки, лопаты. Сходство есть, наверное, усилия нужно иметь. Я ощущаю именно боль схожую, когда мы тягаем штангу и когда мы работаем физически лопатой, то я ощущаю сходство в боли. Выявив сходство и все-таки взявшись за любое из видов деятельности, важно сконцентрироваться и правильно выполнять даже, казалось бы, самое обычное упражнение. Любое неправильное движение может отправить вас из огорода или зала прямиком в больницу. Поэтому как в первом, так и во втором случае следует быть аккуратным. И даже если не получается взять с себя руки и дойти до зала, можно провести время с пользой на огороде. Ашот Карапетян, Кристина Отекина, Универ Новости.